Здравствуйте! Здоровье мудрых гонорар! С таким утверждением известного поэта невозможно не согласиться. Ведь чтобы иметь хорошее самочувствие долгие годы, необходимо ежедневно заботиться о себе. В эфире программа «Это здорово!» Лето в самом разгаре. А это значит, есть возможность зарядиться положительной энергией солнца и воды на весь год вперед. Но отправляясь навстречу отдыху, многие сталкиваются с серьезными испытаниями. Поездки на самолете, поезде или катере – летом для многих привычное дело. В такие моменты очень важно, чтобы наш вестибулярный аппарат работал исправно. Ведь именно этот орган равновесия помогает правильно ориентироваться в пространстве. Он находится в внутреннем ухе, и это составляющая внутреннего уха. В детском возрасте он практически еще не тренирован. Поэтому укачивание в транспорте – это может быть любой вид транспорта, автомобиль, это может быть речной вид транспорта, это железная дорога. Это чаще испытывают дети младшего возраста. У взрослых это проявляется, когда нетренированный данный орган. У таких людей чувство дискомфорта может возникнуть во время поездки на автомобиле, на качелях и даже при подъеме в лифте. Повторяющееся движение вверх-вниз в стороны нередко вызывает учащенное сердцебиение, страх, тошноту. Причиной головокружения могут быть как нарушения в вестибулярном аппарате, это периферический генез, происхождение головокружения, так они могут быть и центрального генеза. Нарушение вестибулярного аппарата проявляется очень часто доброкачественным пароксизмальным позиционным головокружением, которые характеризуются приходящими головокружениями из-за перемены человека в положениях, например, в кровати или при поворотах головы. И они происходят из-за перемещения мелких камушков-фатолитов в улитке, из-за чего раздражаются рецепторы вестибулярного аппарата. Для того, чтобы поддерживать тело в равновесии, система органов чувств постоянно собирает сведения о том, что окружает человека. Вся информация направляется к специальным рецепторам, расположенным во внутреннем ухе. Если появляются расхождения между тем, что видят глаза и чувствуют внутреннее ухо, возникает укачивание. Это синдром, это определенное положение тела человека в пространстве. И данное состояние можно контролировать. Укачивание можно контролировать специальными тренировками, например, на специальном кресле в бароне. Положение рук на подлокотнике, положение головы вниз, глаза закрыты. Производим вращение в сторону, 10 вращений. А для детворы самые лучшие тренажеры вестибулярного аппарата – развлечения в парке аттракционов. Тем, кто любит кувырки, прыжки на батуте, морская болезнь не страшна. Согласно мировой статистике, укачиванию подвержены 70% населения планеты. Взрослые, дети и даже бывалые путешественники чаще всего укачивает в морском транспорте. Второе почетное место занимают автобусы. На третьем автомобиле, четвертое место, делят между собой трамваи и троллейбусы. Склонность к кинетозу передается по наследству. В юном возрасте девочки страдают в два раза чаще, чем мальчики. Среди взрослых – 30% мужчин и более 40% женщин. Чтобы любое путешествие проходило комфортно, необходимо соблюдать простые правила. Правило первое. Выбирайте самые уютные места. В автобусе лучше сидеть ближе к месту водителя. На корабле же места для хорошего самочувствия находятся в средней части, а в самолете – между крыльев. Правило второе. В любом транспорте садимся лицом по направлению движения. Глядя в окно, наблюдаем за линией горизонта. Правило третье. Осваиваем правильное дыхание. При сильной качке во время движения морского или воздушного судна вниз выполняем глубокий вдох и задерживаем дыхание до начала движения вверх. Правило четвертое. Избавляемся от чувства страха. Хорошо отвлекает от неприятных ощущений яблоко, музыка, непринужденный разговор с попутчиком. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Число отравлений в летний период возрастает практически в два раза. И эта статистика говорит лишь об одном. Летом необходимо особенно тщательно следить за тем, какие продукты попадают на ваш стол. Лето – идеальная пора для пикников, барбекю, да и просто перекусов на свежем воздухе. Но проводить много времени на кухне мало кому хочется. И поэтому спрос на готовые блюда в этот период увеличивается. Но врачи всем любителям еды на вынос советуют быть осторожными. В жаркое время года продукты очень быстро портятся. Это особенно мясные продукты, рыбная продукция, молочная продукция. Все это очень быстро портится. Разводятся различные микроорганизмы, которые способствуют при употреблении вот такой некачественной продукции, способствуют заболеваниям, таким как сальмонеллез, дизентерия. Будьте внимательны при приобретении этих продуктов питания. Случается, что еда портится еще до момента попадания ее на прилавок. Поэтому наличие собственного кулинарного цеха – большой плюс для торговой точки. Чтобы на примере узнать, какое внимание уделяется готовой продукции, заглянем на производство в один из самых популярных супермаркетов города. В каждом цеху «Фрэш-25» производится более тысячи наименований салатов, кулинарии, полуфабрикатов и выпечки. Контроль качества сырья производится на всей стадии производственного процесса. При приемке товара производится органолептическая и микробиологическая экспертиза. При приготовлении своих блюд мы уделяем тщательное внимание обработке яиц и зелени и овощей, которые замачиваются в специальных растворах, затем пробываются в проточной воде. Электрооборудование, посуда и весь сопутствующий инвентарь соответствуют предъявленным требованиям. Персонал имеет специальную подготовку и обеспечивает соблюдение санитарных правил при производстве и реализации готовой продукции. Кроме всего прочего, наличие собственного цеха «Фрэш-25» позволяет оперативно реагировать на предпочтение потребителей и формировать свой фирменный ассортимент готовых блюд. По своим достоинствам и качеству они не уступают деликатесам ресторанного уровня. Эта здравница известна всем дальневосточникам. Пациенты медицинского центра «Океан» говорят, что здесь целебен даже воздух. Но самое главное – это высококвалифицированная медицинская помощь. Здесь восстанавливают здоровье послеоперационные больные. Люди после инсульта, при урологических, гинекологических, сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Прием ведут доктора высшей категории, а уровень цен здесь ниже, чем во Владивостоке. Недавно здесь открылось отделение косметологии и стоматологии «Эксклюзив». Отснащено хорошим оборудованием, прекрасный дизайн, очень приемлемые цены, демократичные цены. Здесь и солярий есть, и косметология, и стоматология. К услугам отдыхающих все виды спа-услуг – массажи, обертывания, солярий, пилинги, маски, самые современные инъекционные и лазерные омолаживающие процедуры. Фракционный СО2-лазер «Окупалс» способен решить проблему увядающей кожи, избавиться от ожоговых рубцов, постакны, мелких и глубоких морщин. Период восстановления, который требуют некоторые методы омоложения, можно провести в стационарном отделении или в специальной палате при косметологии. Для борьбы с жировыми отложениями и целлюлитом здесь применяют один из самых эффективных аппаратов – «Старвак». Процедура «Старвак» основана на методе драмления жировых клеточек. Оказывает хорошее воздействие на апельсиновую корку, то есть удаляет ее лифтинговый эффект, обеспечивает тонус кожи. Позаботятся здесь и о красоте вашей улыбки. На базе отделения проводится весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий, начиная от терапевтического лечения и заканчивая протезированием с использованием самых современных технологий и материалов. Лечение кариеса, его осложнений, повторное перелечивание корневых каналов после неудачного эндодотического лечения. Всем своим посетителям мы готовы предложить профессиональную гигиену полости рта, а также отбеливание зубов самым современным и щадящим методом. В медицинском центре «Океан» сделано все, чтобы пациенты смогли получить весь комплекс услуг по восстановлению здоровья и сохранению молодости и красоты. Поездка за город или отдых у моря – прекрасный способ укрепить свое здоровье в долгожданный сезон. Но не стоит забывать и о диагностике. К тому же сейчас медицинские центры предлагают хорошие скидки. Дать объективную оценку состояния здоровья и максимально снизить риск развития заболеваний – это главная цель и задача диагностического центра «Медэксперт». Здесь можно пройти все виды УЗИ – холтеровское и СМАТ-исследование, офтермологические и гинекологические обследования, рентген, создать все виды анализов, а также сделать диагностику, которая достоверно выявляет остеопороз – денситометрию. Я на все обследования вены и сердце обследовала все в этом центре. Хожу к Ирине Осиповне на УЗИ, очень внимательный, очень добросовестный врач. «Медэксперт» первым в Приморье начал внедрять скрининг-обследование, позволяющее всего за несколько часов пройти полную диагностику организма. Так, к примеру, стандартная программа «Чекап» занимает всего 5 часов, а включает в себя более 20 видов исследований и лабораторных анализов. Мы на свой день рождения, который у нас 8 августа, традиционно дарим месячник здоровья и делаем скидки на 50% для всех, обратившихся к нам. В этом году мы разместились на прямокупоне и даем 50% скидку по программам офтермология, женское здоровье, базовый скрининг для мужчин, для женщин, но и исследование на остеопороз. Предложение от центра «Медэксперт» – это прекрасная возможность позаботиться о своем здоровье. Напомним, акция продлится до конца августа. Боль в спине – это то, с чем сталкивается практически каждый человек в повседневной жизни, независимо от возраста и пола. Причины этого недуга могут быть разными, как и лечение. Периодические головокружения, боли в области шеи и поясницы, неудачно наклонились и вдруг нестерпимый прострел. Подобные симптомы знакомы многим. Сегодня у каждого четвертого жителя планеты наблюдаются заболевания опорно-двигательного аппарата. Чаще всего это связано с межпозвонковой грыжей. В нашем центре мы используем консервативную методику лечения межпозвонковых грыж. По методике института НИИ имени Бурденко. Для лечения мы используем методику электрофореза с препаратом карипозим. Карипозим воздействует непосредственно на грыжу, размягчая и уменьшая ее, а также на спаечные процессы, которые образуются при каждом воспалении и обострении болевого синдрома. В определенной концентрации препарат, введенный методом электрофореза, влияет на саму грыжу. Она начинает постепенно уменьшаться, становится мягкой. В ряде случаев этого бывает достаточно, чтобы освободить нервное окончание, которое она защемляет, и боли в позвоночнике постепенно проходят. Когда болевой синдром обусловлен обострением основного заболевания, боли в спине, плечо-лопаточный периартрит и некоторые другие заболевания, в медицинском центре физиотерапия и неврология предусмотрена выдача больничного листа. Физиотерапевтические методики эффективно дополняют медикаментозную составляющую комплексного лечебного процесса, позволяют избежать нежелательных побочных эффектов и достигнуть стойких положительных результатов. С этим недугом многие научились жить дружно. Подлечивать несколько раз в год, снимать болевой синдром с помощью народных методов. О том, что такое миозит и что нужно знать дачникам об этом заболевании, расскажут специалисты. Чтобы дача была в радость, многим неплохо бы поубавить свой пыл. Трудовые подвиги на грядках могут спровоцировать боли в спине, обострение хронических заболеваний позвоночника, суставов и сухожилий. Каждый наверняка испытывал ощущение, связанное с перегрузкой на мышцу. Она начинает характерным образом ныть и появляется какой-то дискомфорт. Вот этот дискомфорт, он является фактически первым признаком того, что возможен миозит. Спровоцировать недуг могут долгое пребывание в неудобной позе, переохлаждении, неравномерные физические нагрузки. Воспаление проявляется ноющими болями в мышцах рук, ног, туловище. Тепло, покой и постоянный приём обезболивающих снимут болевой синдром за несколько дней. Но если чрезмерное физическое напряжение продолжается, миозит переходит в хроническую форму. Если вы хотите возделать сразу пологорода за две недели, пожалуй, это, скорее всего, будет во вред здоровью. Поэтому лучше этот процесс немножко растянуть во времени и входить в нагрузку постепенно. Или давать отдых мышце. Желательно, чтобы нагрузка была небольшими такими порциями. То есть, например, полчаса поработали, дайте 15 минут отдохнуть. Это же касается и офисных сотрудников, которые целый день сидят в одной и той же позе. Самые распространённые виды заболевания – это шейные и поясничные миозиты. Хотя существуют миозиты плечевых мышц, рук, ног и даже жевательных мышц. Часто люди не воспринимают этот недуг как что-то серьёзное и переносят его на ногах, не обращаясь к врачам. Я бы рекомендовал отнестись к этому заболеванию как, скажем так, диагноз исключения. То есть сначала нужно исключить все остальные заболевания, которые могут проявляться аналогичным болевым синдромом. И только уже исключив их, мы можем смело говорить, что всё-таки да, это локальное поражение мышцы вследствие каких-то нагрузок. Профессиональный врач определит характер заболевания и подберёт нужное лечение. Сеансы массажа, лечебная гимнастика, противовоспалительные диеты – обязательное условие эффективного лечения миозита. Чтобы внести в жизнь позитивные изменения, нужно изменить свои привычки. Для начала – ежедневные. Утренняя пробежка, 15-минутная прогулка во время обеденного перерыва или вечерний променад в хорошем настроении. Главное – важна регулярность и постоянство. С вами была программа «Это здорово». До встречи на ОТВ! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok